Ты гляди, нас не было всего лишь пару дней. Она уже себе каких-то парней привела, тусовку вон устроила, нас даже не спросила. Какое воспитание, а? Ты гляди. Не, ну как бы, я помню, мы с тобой миллиард раз читали комментарии подписчиков. Каждую серию все подписчики в комментах пишут, мол, Эгельсон, Катя, вы забыли про коричневую панду, она там сидит, скучает. Но что-то, как ты видишь, она нифига там не сидит, не скучает. Все остальные панды с пандами мутят, а эта панда с Эндерменом начала мутить. Я вообще в шоке, просто что у нас происходит в деревне? Какой-то балаган, кошмар, пойдем уже убьем их. Да нет, какой, успокойся, это, наверное, единственный друг панды, все, оставь их в покое, пускай так и будет. Не-не-не, я хочу разобраться, я хочу разобраться. Кать, она же 50 серий здесь сама сидела, сама однушенька. Вот смотри, сейчас, вот Эндермен, ты смотри, он на нас даже не нападает, это значит, что он добрый Эндермен. Ты смотри, какой хорошенький. Ну, главное, чтобы он не навредил нашей панде, у которой даже, по-моему, имени нет, ну или я его не помню. Ну, вроде нет, вроде коричневая панда. Ну, а тут, а тут, Игорь, он... Вот кто мог знать, что Мистер Крэп разрывается даже тогда, когда он находится в лодке, ну, бедный Игорь, помянем. Панда, ты нас извини, может быть, твоих друзей сейчас только что кокнули, но самое главное, что твой парень жив. Да, самое главное, что Эндермен жив, все, ну, хорошая пара, согласись, Кать. Я не знаю, надо присмотреться к нему, вдруг он какой-нибудь гангстер, плохой. Ты плохой? Признавайся! Хочи, 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 мэни, 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 чё, не хочи, всё, Кать, ты, главное, не забывай то, что в глаза ему смотреть нельзя. Всё, пошли, Кать, у нас с тобой дел дофигища просто. Подожди, подожди, а сейчас панду кокнет. Не кокнет он панду, уходи оттуда. Фу, блин, ну нафиг, ладно, всё, пойдём оттуда. Так, детишечки, а сейчас у нас по расписанию обед. У нас в деревне так много кустов, ягоды, вы просто офигеете. А где все кусты ягод, я ничего не понимаю. Ладно, высохли что ли? Держите, кушайте, вы должны набираться витаминчиков, минеральчиков, а то как скелеты на батарейках ходите, вообще маленькие такие. Ужас, надо кушать много, дети. В смысле вы наелись? Я вижу, как вы наелись. Давайте, давайте, давайте. Так, последний кустик нужно скушать, и мы отправимся с вами ещё в одно место, где у нас там больше ягод растёт. Пойдёмте. А сейчас, детишки, я вам покажу, где у нас в деревне растёт ну просто гора ягод. Так, уже рядом, уже рядом, вот здесь. А я не поняла. А я не поняла, а где все кусты ягод вообще? А что дети должны есть? Дети, отвернитесь, вы не должны, что надо этот позор. Всё растёт, и свекла растёт, и морковка, и картошка, и всё. Ягод нет вообще, это какой-то кошмар. Держите, последние ягоды я вам отдаю. Я тебе... Всё, походу, это последние ваши недавние. Да я не могу уже понять в этой жизни, да тут кустов 10 этих ягод. Тебе разве не хватает вот этих ягод, чтобы прокормить вот этих бумболек маленьких? Да они едят-то одну ягоду в день. На кой чёрт им вот столько много ягод? Ты мне объясни, пожалуйста. А вот давай ты у нас в этой жизни будешь одну ягоду в день есть. И мы посмотрим на тебя, как ты вообще проживёшь в этой жизни, как ты будешь расти. Ухали ты. Бабай! А! Ягод нужно больше, дети хотят кушать. То есть тебе нужно больше ягод? То есть ты прям хочешь целый завод ягода, да? Я хочу, чтобы мои дети росли в ягоде. Чтобы они ни в чём себе не отказывали. Когда хотели... Фу, фу, фу. Она мембрану фантома вот это в зубы взяла. Она сейчас отравится. Вот это Елизавета вторая. Выкини ягоду, выкини ягоду. Потому что голодает ребёнок. Голодает ягод. Нет в деревне. Я вообще в шоке. Всё, всё, хватит ныть. Вот это раскудахталось. Курица, вот это всё. Окей, я тогда тебе сейчас построю самую лучшую ферму ягод в этой жизни. Чтобы тебе больше вот этих ягод никогда не нужно было вот это выращивать. Хорошо? Почему нельзя было раньше этого сделать, а? Потому людям нельзя было раньше, потому что нельзя было раньше. Всё, пошли, давай. Дети, вы только посмотрите. Только это как бы вы не думаете, что вы брат с сестрой, вы будущий муж и жена, да? Я просто вас называю детьми, потому что так удобно. Да, да. Ты запоминать-то готова, как эта ферма строится? Ну, я надеюсь, что мне больше не пригодится это, поэтому как бы нет. Она маленькая, простенькая, но, что самое главное, автоматическая. Но знаешь, что тебе нужно будет сделать? Подожди, 4, 5, 6 и вот так 7. Знаешь, что тебе нужно будет сделать прямо сейчас? Сгонять в лес и притащить ещё одну лису. Она будет нашей помощницей в этой ферме. А ты уверен, что я справлюсь и смогу сама поймать лису? А кто у нас в сезоне Катюшка-профессионал? Я Катюшка-профессионал или ты? Я Катюшка-профессионал. Ну, тогда иди давай за лисой, я пока построю вот эту ферму. Она быстренько строится. Давай, давай, быстро, быстро, быстро. Только подожди, 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 иди сюда, иди сюда. Нас крафти вот это вагонетку с воронкой, чтобы оно было в одном месте. Давай, скрафти. Да, пожалуйста, вот так, оп, вот так, оп, вот так, оп, держи. Ну, слушай, мать, ты реально все крафты уже практически знаешь. Так, ставим сюда вот эту вагонетку, потом рычажком подпитываем вот-вот-вот сюда, и с этой стороны, опа, вот так. Понятно или непонятно? Понятно, что ничего непонятно. Земелькой засраиваем вот сюда, потом стеклом засраиваем вот здесь с двух сторон. У тебя ягодки при себе или не при себе? Ягодки все скормила детям. На самом деле, эта ферма не такая сложная, как ты думаешь. Она практически уже готова. Все, что нужно, это вот туда внутрь засандалить ягодки вот сюда, и притащить еще одну лису. Ты что, кстати, до сих пор здесь делаешь, если я тебя за лисой послал, а? Ты почему здесь еще? Слушай, все, все, моя одна нога здесь, другая нога за лисой пошла, все. Все, да, и ягодки притащи, а то как бы ферма уже готова. Ага, ага, сам за ягодами сходишь, не обломишься. Опа, 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 это... Так, все, готово. Лиса, лиса на месте. Сейчас, подожди, костную мучичку вот надо вот туда засадить. Вот так, опа, опа. Все, лису тебе туда внутрь надо затащить. Давай, затаскивай ее как-то туда внутрь, я не знаю, как ты с этим справишься, но она должна оказаться вот там. Это не лиса, это Виктория. Это новая лиса из леса, ты ее только что притащила? Да, я ей уже имя давала, прям вот туда к ягодам, что ли? Прям вот туда, да. А зачем ты имя-то отдаешь? Она как бы с нами даже жить не будет, она просто работать на нас будет, вот и все. Так, подожди, в смысле работать, ничего не понимаю. И что у нее теперь? Имени не может быть. Затаскивай, короче, внутрь, давай. Так, Виктория, за мной. А мы как выйти теперь отсюда? Да тебе как? Да никак тебе не надо выйти вот так. Можешь просто кокнуться в ягодах и все, не надо тебе выходить. А, то есть ты вот такой, да, план для меня рассчитал? Да, чтобы я кокнулась в ягодах. Да, кокайся, кокайся. Кокаемся в ягодах, кокаемся в ягодах. Сейчас Катюшка Крафт будет заживо заколота ягодами. Ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Не, я ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Может, у меня объяснить вообще принцип работы этой шейтан-машины? Я ничего не понимаю. Тут, Катюшка Бульдозер, на самом деле все очень просто. Семь блоков с ягодами и, как ты сказала, Виктория. Она сама лично вместо нас собирает ягоды. Ягоды падают на землю. Вот эта вагонетка с воронкой собирает все ягоды и отправляет их через вот эту воронку в бочку. И за это время, пока мы здесь с тобой строкостанцию чесали, И вот эта Елизавета, господи, Виктория уже 28 ягод только что собрала. То есть полстака ягод буквально за несколько минут. Подожди, подожди, подожди. Это, конечно, все очень хорошо. Ягоды появляются. Но Виктория этого не заслужила. С каких это пор на нас работают ни в чем не повинные лисы? Да, подожди, у нее вечный запас ягод. Она сама их жрет, вот это, когда мы не видим. Но, и плюс к тому, что она их жрет, она еще собирает для нас. То есть она всегда, это вечная, бесконечная, рабочая, автоматическая ферма. Ты поняла или не поняла? Я поняла только одно, что у этой Виктории теперь нет свободы. Мы лишили ее свободы леса и ягод. Так не честно, я требую ее выпустить. Слушай, ты хочешь, чтобы твои дети вечно кушали ягоды или нет? Я не могу понять, ты что выкобыливаешься? Или Виктория на нас работает, или у нас никогда не будет ягод? Все очень просто. Слушай, я тогда готова сама эти ягоды сажать. Пусть это будет медленно, но такой способ меня не устраивает. К тому же, к тому же это очень медленно получается. Она очень медленно собирает эти ягоды. Не секрет, не больше. Да, больше 33 сладкие ягоды за 5 или 7 минут. Куда еще быстрее? Нет, как бы у меня есть еще одна ферма ягод в запасе, но она не автоматическая. Там нужно костную муку будет израсходовать. Там лисы участвуют в произведении? Нет, там только мы участвуем с тобой. Отлично, тогда ломай вот это все, лису отпускаем и строй новую, пожалуйста, ферму. Я против. Пока пускай Виктория здесь поработает. Ладно, пошли, я тебе еще вторую вот эту ферму построю. Но только если ты мне прямо сейчас скрафтишь наблюдателей. Подожди, Виктория, подожди еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть осталось, и я тебя выпущу, обещаю. Извини, я не знала, куда я тебя веду. Я думала, все будет хорошо, прости. Кого тебе там скрафтить? Наблюдатели! А, ну ты мне скинь эти ресурсы, у меня нет у собой. А ты знаешь, как их крафтить? Да. Как? Скинь мне ресурсы. Какие? Для наблюдателей. А какие тебе именно ресурсы для наблюдателей нужны? Благодаря которым наблюдатели получаются. Хорошо, пошли за мной, я тебе их скину. Пойдем. Запоминай. Сверху, внизу булыжник. В центре два редстоуна и один кварц. И тогда у нас получается наблюдатель. Я знаю, что ты не знала вот этот крафт-наблюдатель, поэтому давай. Так, подождите-ка. Вот так, вот так. И ничего у меня не получилось. А куда Нейзер-кварц нужно ссувать? Центр, возле редстоуна! А, да я все знала. Вот, пожалуйста, держи свой наблюдатель. Мы поем и веселимся. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я разбрасываю яйца. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Курицы не получаются. Ля-ля-ля-ля-ля-ла-ла-ла-ла-ла. Ты стоишь там и смотришь на меня уже. Пошли работать, блин. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пошли работать быстрее, ягоды ждут. Тебе самое главное запомнить, как это все делается, чтобы ты потом опять меня не терроризировала, а то, что мы используем вот эту лисичью силу. Хорошо? Хорошо. Бочка, воронка, рельсы, вагонетка с воронкой. Вот так. Все запомнила? Все запомнила. Дерево, 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 дерево. Чисти дерево вот этим топором, давай. Топор, топор берем в руки. У меня есть топор. К слову, яйцам куриным, конечно же. И чистим. Оп, 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 оп. И с этой стороны. Оп, 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 оп. Сейчас надо поставить... Опа! Как-то вот эти наблюдатели, чтобы один смотрел вверх, а другой смотрел... Господи ты! А другой смотрел вниз. Опа! Все! Вот так, готово. Пердукаем поршень, который смотрит вниз. Редстоун. Блок. И все, Катюшка! Наша схема практически готова. А сейчас вот этот блок земли находится внутри вагонетки. Убей вот этого Игорюнчика. Здравствуйте. Вы тоже решили посмотреть, как мы ягоды тут делаем, да? Угу. До свидания. А что это... А что это тикает там такое? Ты там бомбу установил, что ли, замедленного действия? Да-да-да, бомбу. Сейчас, подожди. Сюда один рычажочек. Сюда сладкие ягоды. И сейчас самое главное. Все эти кости, которые у меня есть, надо переделать в костную муку и загрузить ее вот сюда. Все, у нас вечная ферма ягод. Смотри, тебе просто нужно зажимать правую кнопку на вот этот куст ягод. Давай, попробуй. Ты, Катюшка, куда еще раз скажи ягод? На куст, тыкни, господи. Правую кнопку на куст. А, о. Серега. Так это мне надо самой собирать ягоду, что ли? Э? Ну ты поняла или не поняла? Пока у нас с тобой есть костная мука и этот раздатчик ее выплевывает, ты нажимаешь правую кнопку мышки и ягоды просто бесконечно растут. И посмотри прямо сейчас в бочку. Все, остановись, посмотрю в бочку. Сколько там ягод. Давай, быстро. Подожди, а мне в бочку собирается? Думала ко мне в инвентарь. Так, как ты уже идешь, где у нас? Вот бочка, вот здесь, под тобой была бочка. Посмотри, сколько там ягод, давай. О, почти три стака, так это же офигеть, сколько много. И за сколько это сейчас? За 40 секунд ты три стака насобирала. Так, слыши, эта ферма намного лучше, чем вот эта с лесой. Во-первых, она медленная. Во-вторых, там леса задействована. Куда медленно? Иди сюда, посмотри. Тут стак ягод. Стак ягод за 10 минут. Кать, у нас 4 стака ягод. Вот только что получилось. Просто вот так, из ниоткуда. Нет, 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 нет. Я все же отдаю предпочтение вот этой ферме, где я сама нажимаю, нежели вот этой. Здесь намного быстрее получается. За 40 секунд 3 стака. А тут за все это время один только стак собрался. Ну там мы тратим костную муку, а здесь мы ничего не тратим. Слушай, ничего страшного, потратим костную муку. Он этих скелетов у нас только развелось. Убивай, я не хочу. А к тому же у нас есть бесконечная ферма скелетов. Вот там костей нам хватит просто на год вперед. Поэтому нет, я все-таки хочу Викторию отпустить. Пусть идет свободный. Вот как говорится, ты знаешь, все в твоих руках. Все в твоих руках. Выпускай Викторию, я тебе даже мешать не буду. Викочка, дорогая моя, ты свободный. Ты даже не наша подчиненная. Все, все, беги. Беги, моя хорошая. А, Викочка, подожди, подожди, ну ты все-таки работала. Давай я тебе ягодки отдам. Я ей весь стак отдам, хорошо? Какой стак? Ты что, очумела? Одну ягодку ей выкини, все. Все, все, бери сколько хочешь и иди, куда глаза глядят. Нифига себе, ты щедрая душа. Один стак, помоги мне лучше вот этих Игоря убить прямо сейчас. Давай помогу, ничего вообще, нормально, быстро сейчас справимся. Во, вот так вот. Слушай, Кать, вот я честно тебе скажу, когда ты решаешь вот это. Собака! Че я там решаю? Да ничего ты не решаешь. Это ухо-хо! Трига, это просто отвлекающий маневр был, Кать. Просто отвлекающий маневр. Чтоб я мистер Крипер вот этот зарал, вот и все. Вот это... Виктория, тика, тебя, Игорь, сейчас загрызут нафиг. Я тебе больше доверять не буду. Ха-ха-ха-ха. И лучше больше мистерам Криперам не доверяй, а не мне. Вообще уже. Так, детишечки, сейчас мы вас накормим. Мы столько ягод добыли. Вы себе просто сейчас представить не сможете... Они выросли. Аааа, мои хорошие. А она вот этот... Кто это? Елизавета до сих пор вот эту мембрану фантома из рта не выплюнула. Давай ей ягоды быстро, чтобы они покушали. Но я тебе говорил, что ты их перекормила, мать. Они слишком быстро выросли. Ты зачем им по два стака ягод скармливаешь за одну серию-то? Все, мембрану фантома забрала, обманула, как говорится. Зато смотри, дети хорошие выросли. Шорстка какая, смотри, гладенькая, рыжая, красивая. Ну вы кушайте, кушайте, хорошо, растите быстрее, быстрее. Вы как бы не забывайте, что скоро как бы свадьба у нас всех будет. Ну в смысле у вас, у нас с Катей не будет свадьбы. Вот, вы кушайте. Да куда? Да не составятся так за одну серию, если сейчас так сожрут, Кать. Они могут себе позволить кушать. Ни в чем себе никогда не отказывайте. Их же разнесет, как двух кабанов каких-то будут по 40 килограмм две лисы вот эти весить, Кать. Ну ты тоже имей совесть. Да ты не очкуй, мне Николаша на ушко сказал, что мне Елизавету Вторую будет любить даже пухленькой, поэтому вообще нормально все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!